Всем привет! Сегодня 27 апреля, Московская область. Хочу вам показать еще два цветника, которые я создавала в прошлом году. У нас начались дожди, но сегодня денек хороший, солнечный, но ветрено. Буду показывать вам растения, как они вышли из зимы. Этот цветник неправильной формы, имеет три вершины. В обрамлении камень на сухой кладке. И в качестве мульчи я использовала сначала по голой земле, заложила перепревшую конскую подстилку, а сверху это уже кора лиственницы. Как я уже сказала, цветник имеет три вершины. Вот на одной из вершин я разместила каменная корыта. Это корыта без дна. И посадила сюда кактусы. Это кактусы опунция. Прекрасно зимуют в Московской области, без укрытия. Сюда высаживала, вы все видели прекрасно, когда создавался этот цветник, всего лишь три сегмента. И вот так они уже наросли. Некоторые сегменты я обламывала и рассаживала кактусы. Здесь растут четыре маленьких кактуса. Я их сияла семенами в январе прошлого года. Вот они выросли. Я их буквально несколько дней назад сюда и посадила. Эти кактусы должны цвести желтыми цветами. А эти маленькие, скорее всего, в этом году, конечно, не зацветут. Но они будут розовые цветы у него. Довольно-таки красиво зимует и растет, и цветет опунция. Я люблю эти колючки. Мне они очень нравятся. Засыпаны мелким камнем. Это чтобы сегменты не себя прикасались с землей и не подгнивали. Также в этом цветнике очень много отчетков стелющихся. Вообще-то цветник с растениями по большей части альпийской формы. Также каменные розы. Довольно-таки здесь их много. Хорошо забивают сорняк, стелется по земле, закрывают. Мне не очень нравится. Довольно-таки много у меня камнеломок. Эти камнеломки я выращивала тоже в прошлом году из семян. Они будут свести розовым цветом. Смотрите, все уже они на бутонах. Тоже один из видов отчетков. Желто-зеленый. Очень красиво смотрится. Рассаживаю потихоньку их, чтобы создавали такие подушки в этом цветнике. Вот тоже сизо-голубой разрастается. Смотрите, как красиво он смотрится. Такой отчеток. Прям видно его издалека. Желто-зеленый. Желто-не зеленый, а салатовый такой у него цвет красивый. Здесь также много высажено колокольчиков низкорослых альпийских. Высевала из семян в прошлом году. Цвели прекрасно. Значит, два вида у меня. Белый и фиолетовый. Здесь тоже выращивала семян. Так, сейчас вспомню. Дальше вам покажу. Сейчас забыла, как называется. Здесь сальвия. Тоже низкорослая. Красивое растение. Цветет прям целое лето. Только уберешь отсвежившиеся соцветия, оно сразу дает новое красивое растение. Туи шаровидные. Здесь несколько штук. Также я выращивала в прошлом году из семян черную аквилегию. Аквилегию это очень низкорослое растение. Смотрите на буту. Но в прошлом году, конечно же, она не цвела. Вот и образуются такие маленькие кустики. Много колокольчиков, как я уже говорила. Вот здесь колокольчики. Это на штамбе пихта брунёк. В прошлом году заказывал в обхоз. Единственное, что она пришла с выпрившей. Вот здесь на этой стороне не было веток. Обхозла перезимовала, по крайней мере, хорошо. Я ухаживаю за ней. Надеюсь, что со временем здесь бок зарастет. Хвои шаровидные туи. Много отчитков, как вы видите. Вот один из тоже видов отчитков. Сизо-голубая у него листва, если можно так сказать. Они такие мясистые, мелкие листочки. И он тоже образует вот такой ковёр. Очень низкорослое растение. Буквально 2-3 сантиметра от земли. Ковры зелёные я такие очень люблю. Но самое главное, они сорняк забивают. Вот добиваются колокольчики из семян. Вот они, малыши. Это я уже высадила гайлардию. Это альпийская, низкорослая. Высадила уже рассаду в этом году. Ну, конечно, куда я без этого ползучего чабреца. Тоже очень его люблю. Вот такие вот. Такая рассада гайлардию в этом году. Смесь. Не знаю даже, какие цветы будут. И зацветёт она в этом году или нет, не знаю. Вот отчитки голубые. Лаванда, кстати, я её ещё не обрезала. Нужно сантиметров 10-15 убрать. Не успеваю всё обрезать. Это туя тоже. Шаровидная, жёлтая, красивая. Здесь зацвела абриета. Я её выращивала в прошлом году из семян. Перезимовали. Не все кусты хорошо. Образовались проплешины. Вот видите. Но они зарастают потихоньку. Новые побеги. Здесь всё зарастёт зеленью. Красивое растение. Ранее цветущее. Смотрите, какие у неё мелкие красивые цветы. Вот такой куст. Хорошо перезимовал. Нет проплешины. Замечательный цветёт. Вот проплешины. Но они потихоньку все зарастают. Колокольчик. Это один ещё вид, стелющийся отчитка. Он уже ярко-зелёного цвета, изумрудного. То есть, если тот был ковёр сизо-голубой, а это изумрудно-зелёного цвета. Тоже очень мелкий. Низкоролся. Максимум 2-3 сантиметра от земли. Не перезимовала. Что у меня? Это эскимо пихта. Она была очень маленькая. Заказала тоже в обхозе. Вот видите. Была хоть и накрыта всё. Но она почему-то у меня не выжила. Что самое обидное. Очень маленькое растение было. Альпийское. Жалко, конечно, что не перезимовало. Также, видите, цветёт абриета. Здесь несколько цветов у меня. Так, отойду. Так, покажу вам. Так, это уже вторая вершина. На этой вершине расположена амшанка. Выращивала в прошлом году из семян. Но некоторые кочки у меня выпрели. Вот видите. Они такими шариками, кучками расположены. Ну, не знаю, зарастёт. Но я думаю, что она зарастает. Вот зеленью. Тоже изумрудно-зелёного цвета. Красивая. И она, видите, насеялась. Очень много сеянцев здесь. Ей будет такой зелёный бугор. Если можно так сказать. Я на возвышение сажала её. Но зарастёт, посмотрим. Овсяница тоже не вся хорошо перезимовала. В прошлом году я выращивала из семян. Но отходит. Видите, если сухое сейчас подуберу, то зелень здесь нарастает. Вот. Тоже надо будет вот это всё подубрать. И она отойдёт. Вот это, конечно, получше овсяница перезимовала. Отчитки опять. Нарастают. Так. Как же это растение-то называется? Не могу вспомнить. В прошлом году выращивала из семян. Альпийский цветок. Так. Но буду вспоминать. Вот аквилигия. В прошлом году она зацвела. Буквально несколько цветов дала. Розово-фиолетового цвета. Но здесь смесь. Должны быть разные цвета от цветов. Ну, посмотрим. Не могу вспомнить, как называется. Это туя смарагд. Я её ставлю на ножку. Видите, внизу всё обрезано. Вот. Будет шарик, как и в цветнике ривьера. В миссбордере. Тоже подстригаю, но ещё не стригла, потому что приросты только начались. Поэтому чуть попозже буду это делать. Вот тоже. Это. Один из видов. Это теневая камнеломка. Или городская ещё называют. У меня несколько видов камнеломок. Смотрите, какой красивый цвет у Абриетты. Это всё из семян. А здесь тоже небольшая композиция из отчитков каменных роз. Это отчиток. Покупала, как название, как Матрону. У меня здесь два куста их. Можжевельник. Звезда. Тоже аквилегии. Вот они из семян. Смотрите, как красиво смотрится этот отчиток. Замечательно. Возле камней вообще красота. Тоже, видите, колокольчики и аквилегия чёрная. Вот. Отчитки. Это примула уже расцвела. Такая красавица. Её посадила, сделала декор. Разбитый горшок. У меня горшок глиняный разбился. Я вот его так расположила. И посадила сюда примула. А то примула у меня угостили. Здесь разбитый кувшин. Тоже отчитки. Это вот другой вид камнеломки. Тоже красивая. Это сейдум сельского спирит. Цветёт жёлтыми цветами. Тоже очень красиво. Низкорослое растение. Буквально сантиметров пять от земли. Это литл джем. Тоже даёт приросты. Начинает. Это карликовое тоже растение. Округлой формы. Вот они камнеломки. Все на цвету. Всё из семян. Это белая камнеломка будет из семян. Красная. Красная, красно-розовая она такая. Хосты всходят. Это чабрец. Тоже он как... Я не знаю его точное название. Он альпийской формы. Очень мелкий лист. Буквально там в один... В полмиллиметра, наверное. И цветочки очень-очень маленькие. Я сделала здесь насыпь земли. И посадила его, чтобы не замокало. Смотрите, как он красиво растёт. Разрастается очень медленно. Цветёт безумно красиво. Я вам всё это показывала в прошлом году. Замечательное растение. Ну вот, пришли мы к третьей вершине цветника. Здесь тоже располагается каменная корыта без дна. В корыте растут каменные розы. Вот этот вот чабрец карликовый. Миниатюрный. Всё засыпано мелкой каменной крошкой. Ну и в подножье корыта здесь располагаются тоже отчитки. Каменные розы. Я обожаю каменные розы вообще. Одно из моих любимых пучёпокровных. Забивает очень хорошо траву. И красиво разрастается такими подушками. А здесь у меня что? Ну, показывала вам. Это здесь лиатрисы у меня тоже. Кобальт просыпаются потихоньку. Филетового цвета. Несколько штук высажено здесь. Хоста тоже просыпается. Лаванда. Вот она. Ну вот я так и не могу вспомнить вот это растение, которое я высевала в прошлом году. Так буду подписывать тогда для вас. Смотрите, уже образуют бутоны. Вот они. То есть в этом году будет массовое цветение. Многолетнее растение, конечно. Вот тоже камнеломка белого цвета из семян. А здесь у меня высажены лилии. Это лилия Dynamics LaGybride. Красного, красивого, свекольного, такого красно-свекольного цвета. Две луковицы здесь высажены. Я вам их показывала. Но, похоже, еще в этом году изумительно красиво лилия. Она невысокая. Роза карликовая. Ну, миниатюрная. Красного цвета. Это роза, которая в горшках на 8 марта продается. Вот она у меня уже в саду. Растет, наверное, года 4. Я ее обрезала. Зимует. Она просто... Я ее накрываю, не обрезая, и накрываю большим горшком. Так она и зимует. Мелкие соцветия красные, тоже красивые. Вот галардию высадила в этом году. Уже высевала из семян. Я вам показывала. Это еще один вид лилии. Лилия Сибири. Это лилия восточная. Еще в комментариях был вопрос, когда я на камнях подписываю растение, стирается ли эта краска. Если вы возьмете хорошую краску, то она не стирается. Это вот краска в виде фломастера. Вот, смотрите, она перезимовала. Все лето в прошлом году было подписано. После того, как я высадила. И вот зима прошла. И вот такая надпись осталась. Главное, краску подобрать хорошую. Тоже высаживала две луковицы белого красивого цвета. Лилия, она тоже невысокая. Вот так прекрасно цветет априета. Красавица. Тоже из семян. Это неизвестное растение. Но я подпишу обязательно. В записях посмотрю. Такие маленькие кустики. Это аквелегия черная. Прекрасно цветет. Я вам в этом году покажу. Потому что она должна в этом году зацветить. В прошлом году, конечно, она не цветла. И вот видите, я везде-везде рассаживаю вот эти вот почвопокровные очитки. Чтобы создавали красоту в этом цветнике. Каменный цветок. Что самое хорошо. Вот эти почвопокровные растения. Они очитки. Они выходят из зимы сразу красивые. То есть они не отмирают. Ничего. Снег сошел. И они вот такие зеленые, голубые, желтые. Такими красивыми и остаются. Вот так выглядит цветник. Каменный цветок. Кстати, я еще вам хочу показать одну пихту, которую тоже не перезимовала. Заказывала с оптхоз. Не знаю, что случилось. Это тоже маленькая пихточка была. Называется пихта корейская Хаутмайер. Вот видите, что от нее осталось. Здесь признаки жизни еще какие-то есть. Я ее, конечно, обрабатывала, поливала. Но не знаю, отойдет она или нет. Но хотя бы, может, здесь что-то останется. Посмотрим. Как я уже сказала, здесь растения в основном альпийской формы. Все мелкие. Что-то было более высокорослое. Это, например, Вероника. Она хоть и была сантиметров сорок в высоту, но убрала, не смотрела. Здесь все у меня альпийские растения стараюсь высаживать. Вот так выглядит цветник. Каменный цветок. Перезимовала, в принципе, все хорошо. Вот если не считая пихты две корейских. Сейчас вам с этой стороны покажу, как выглядит. Трава, конечно, зарастает. Но я не буду косить, пока дожди сейчас пройдут на этой неделе все. Со следующей недели начну косить. Так выглядит цветник. Красота. А теперь пойдемте, я вам покажу еще цветник Венера. Ну и недалеко от цветника каменный цветок располагается Венера. Это небольшой цветник, круглой формы. В обрамлении также камень на сухой кладке. И здесь застелен материал. Я стелила, потому что сверху у меня засыпано камнем все. Чтобы трава не прорастала, ухаживать сложно за таким каменным цветником. Поэтому застелила материал. Так, ну что здесь у меня растет? Вот это овсяница, несколько кустов. Растений здесь немного, но они все такие, которые будут разрастаться. И не хотелось здесь загромождать вот именно этот цветник растениями. Это можжевельник. Заказывала в Обхост в прошлом году как Минджулип. Но это совершенно не он. Ну я смотрю по хвоинкам, вообще по растению. У меня есть уже довольно-таки взрослое растение Минджулип, но это не он. Посмотрим, что вырастет. Высадила также горпензи. Она небольшая. По стелегрин. Вот просыпается. На низкой обрезке буквально на одну почку. Затем здесь высажены два злака. Вот они в горшках. Мискантусы. Тоже просыпается. Красивый мискантус. Это для создания вертикали. Хотела здесь именно вертикаль на заднем плане. Это просто пустые кашпо. Так, и вот хвойное растение. Плакучи формы. Извиняюсь, я забыла, как оно называется. Пендула. Такая красавица. Я тоже в Обхозе заказывала. Стояла сразу ей опору, потому что я буду ее ввести. Ствол выше примерно на 2 метра, чтобы она была. А вот эти ветки не все будут не спадать, как плакучи формы. Несколько кустов лаванды высадила. Видите, какая низкая у меня обрезка здесь. Просыпается лаванда. И также высажены 2 розы. Розы это у меня угощали им. Ими, так сказать. Это сноуболт парковая роза. Перезимовала вообще шикарно. Посмотрите, какие у нее уже листья. Практически даже ничего не обрезала. А вот эту розу я забыла, как называется. Потому что, видите, не подписана на камни. Здесь подписана, а здесь нет. Перезимовала на четверочку. Я ее обрезала. Видите, красивые. Они обе красиво цветут. Так. И здесь у меня еще располагается тоже каменная корыта. Здесь есть дно. Видите, корыта высокая. Над ней я сделала... Ну, не я сделала. Попросила сделать отверстие. Очень крупное отверстие, чтобы земля не проваливалась. Там проложена мелкая сетка. Чтобы был слив. Корыта размещается на камнях. То есть там еще подложены под корыта крупные камни. И плюс вот эта каменная подушка, чтобы не было застоя воды. Здесь у меня располагается... Не знаю, пока временно, не временно. Но высадила каменную розу. Также вот этот карликовый чабрец и отчетки. Голубой, желтый. Ну, посмотрим. Возможно, здесь композиция в корыте поменяется. Сейчас он как-то... Цветник пустовато смотрится. Но поднимутся мискантусы. Розы зацветут. Зацветет гортензия. И будет красиво. Еще раз говорю, что я не хотела здесь именно много растений. И здесь у меня еще располагаются вот такие две арки. Одна из арок. Я веду на эти арки лиственницы. Это лиственница пендула. У нее листва хвоинки изумрудно-зеленого цвета. Видите, здесь прививка очень маленькая. От земли буквально 6-7 см. И я ее веду на арку. Она будет так вниз свисать. Вот эти плакучие свои ветки. И будет ширма, можно так сказать. Прошу-ка тут уже высадила. Заказывала у частного лица. Она уже, конечно, подросла. И пока временно вот так привязываю. Потом буду сильнее фиксировать. И уже она, сейчас я к своему росту, ну, примерно она метр сорок уже. Через два года это уже будет видно красоту. И вторая арка, она тоже располагается возле Венеры. Довольно-таки высокая арка. Почему? Потому что плети, ветки, они же плакучие формы. Они будут свисать. Чтобы вот эта ширма не мешала ходить. Арка высокая. И широкая. У меня, как мы устанавливали вот эти арки и размеры, есть видео. Я, если найду, я оставлю ссылку, чтобы мне сейчас не говорить вот эти все размеры, какие выставляла. Можно будет видео просто посмотреть. Ну, это еще одна лиственница плакучей формы. Она, конечно, на прививке, это Стив Виппер. У нее хвоинки сизо-голубые. Очень красивая лиственница. Тоже, видите, штамп низкий очень. Здесь, наверное, вообще сантиметров 5, не больше, а может даже меньше. И вот я ее тоже веду на арку. Перезимовали они, как видите, отлично. Через пару лет уже будет вырисовываться красота на этой опоре. Почему именно так расположили? Это ход к теплицам. От как раз ступеней дома. А это ход в сторону огорода и в сторону будущего навеса под машину. Вот так мы расположили. И посередине Венера. Вот такие у меня еще два цветника вам хотела показать. Но у меня на сегодня все. Я надеюсь, вам видео понравилось. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Заходите в телеграм-канал. Там тоже интересно. Я вам буду рада. Желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok